Всем привет! Сегодня я смотрю игрушку под названием Rise of Legends. В начале прочитал надпись, что типа игру делают 3 человека, всего лишь 3 человека. И делают они её уже несколько лет. Несколько лет эта игра находится в раннем доступе. Судя по вот этим вот значкам, что я тут вижу, ну картинкам, это стратегия. Игра в жанре стратегии. Что ж, давайте посмотрим насколько эта игра интересна. Русский язык есть, это уже однозначно плюс, что в этой игре есть русский язык. И причем неплохо так переведено, очень неплохо. В некоторых играх русский язык есть для галочки. То есть там просто взяли тупо Google Translate, там перевели английский язык и всё. Тут нет, тут видно, что переводил профессионал, ну человек, который понимает русский и английский. Понимает как переводить так, чтобы не терялось максимум смысла. Чтоб всё было со смыслом. Так это должно быть. Вот, постройте спаунеры. Вот, если бы это переводил в Google Translate, он бы ни за что не перевел бы спаунеры. Он бы скорее всего перевел бы это как постройки места появления, как-то так, в общем по бредовому. Тут вот написано спаунеры, да, так коротко и понятно. Бен грузится довольно долго, я должен сказать. Довольно долго. Ладно, под дождём. Твою маму. Доброе утро обучение, поехали. Так, ТВЦ уничтожить вражескую базу. То есть этот голем второй, это вражеская база, ага. Первый шаг в каждом матче. Постройка спауна для создания юнитов. Так, где же её построится? Да. Мело, теперь поставьте второй спаунер, чтобы вы больше юнита. Так, ну пусть пойдёт тут. Стадия 1 в бой. Ваш спаунер произвел несколько юнитов. Юнита аутентически идёт на вражескую базу. Давайте посмотрим, что произойдёт. Давайте посмотрим. Вам нужно больше юнитов. Вы можете призывать больше боевых юнитов. Вы можете призывать лучников. Каждый призыв закачивает ман, которая заполняется со временем. Да, лучники хороши. Юниты захватывают башню, когда поблизости нет врагов. Смотри, как синий круг заполняется. Угу. Захваченные башни расширяют вашу зелёную призывную зону. Продолжайте атаковать. Типа баллиста. Вы можете победить этих големов, используя заклинания. Заклинания могут быть использованы в любом месте. Так, выборки Драк Стрел. Расходы внимания генерируют эссенции. Тебе хватит эссенции для постройки другого спаунера. Нажмите кнопку, чтобы вернуться на базу. Выберите спаунера лучников. Перейти обратно в бой. Нажмите кнопку или прогрел. Давайте переместим камеру на следующий правильский лагерь. Удерживает правую клавишу мышек. Это как-то. Потрясающе. Я попробую победить последний лагерь самостоятельно. В бой. Сто тридцать маны. Нехило. Так. Лучники. Пехотинцы. Еще пехотинцы. Пехотинцы. Так. Баллиста. Лучники. Еще пехотинцы. Уничтожил эссенцию базу, чтобы выиграть матч. Давай, детка, давай. На. Так. Викторы. Победа. Продолжить. Викторы. Победа. Продолжить. Пожалуйста, подождите. Убирали юность разглога разблокирована. Потрясающе. Дребите, чтобы ответить список квестов. Нажим дребите, чтобы получить награду за квест. Сыграйте матч в учении. Выберите вашу награду. Подородный холм. Пустое проклятие. Пулеметный дрон. О, пулеметный дрон. Это не надо круто. 100% врага. Не может быть ослеплен. Пронизывающий огонь. Да. Хочу. Выбрать. В карточку добавить новую колоду. Так. Силы света. Окей. Отлично. Быстрый матч. Запустить. Как понял, я сейчас буду играть с другими игроком? Ну, начинается То игра была в окне То теперь быстрый матч Игра уже на полный экран Сейчас, наверное, в ОБС Картинка растянутая Будет Ну, что-то, вот такое я не люблю Когда, да, ну, конечно, картинка растянута Когда сначала игра играется В одном разрешении, потом в другом Вот за это разрабам минус Вот это бред Так Ну, давайте Давайте, пехотинцы А, нет Спаунер Так, стрельбище Производить пехотинцев Так Лучники Лучники Так, пехотинцы Оглушение Спешка сета дает Оглушение Поднять щиты Так, монах Монах Больше лучников Богу лучника Техотинца Техотинца Тоже не помешает Так Перенесимся сюда Так, монах Санкануть щиты Так Еще монах Так Еще монах Так Надо еще Лучников Пехотинцы Лучники Пехотинцы Пулеметный дрон Пулеметный дрон Победа Санкануть Прикольно Сейчас опять будет сверна в этом виде, да Да, сейчас опять всё На этом виде Ну, е-мое Ну вы издеваетесь Выберите Ногряду Так, безумие Подгородный фон Ээээ Знамен Поток энергии Ну, монах У меня уже и есть Я к нам не буду стрелять, вынуждены отводить Так, вот так, энергия подойдет с ним Действие маленьких существа уменьшит здоровье и треничную Ну, извините, на секунду При приумлении за тренинами они растут, а здоровье повышается Они живут, блин, безограниченными всего временем Ну, давайте выберем, так Продолжить Готово Мы разблокируем продавца карт, давайте проверим Нажмите здесь Давайте купим новую карту, не волнуйтесь Первая карта защищает заведение Выберите карту спаун лучников Покупка завершена Покупка завершена Покупка завершена Покупка завершена Покупка завершена Так, судя по надписям, я буду с другой стороны теперь играть. Посмотрим по... Да, я с другой стороны. Так, блин, ну я даже не знаю, что поставить. Давайте это поставим. Чертополохал. Так, я даже не знаю, что тут. А, он стреляет, или, чертополох. Продолжение следует. Продолжение следует. Продолжение следует. Чем-то это мне напоминает Доту 2. Только такой обосновал. Упрощенный вариант. Упрощенный вариант Доту 2. Короче, слава Доту 2 кому-то не дает покоя. Так, что же взять? Ну давайте... Это... Так... Нет, тут даже нету возможности на весь экран сделать. Лоу... Лоу... Тут нет возможности сделать на весь экран. Жесть, ну разработчики гонят. Так... Так, ладно, придется опять... Опять растягивать. Что за бред, блин? Почему я должен это делать? Почему я должен это делать? Почему? Так... 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 Что значит белая карта? Не... Не... Понятно... Использую белые карты... Белые, это такие что ли, белые? Какие это белые? Не совсем понятно Какие это белые карты? Так, а как выйти? Так, ладно Я вот это выбор, да? А, выбирать Ммм Так, попробую еще один бой И буду, наверное, завершать Интересно, это я действительно Игра, ну сейчас буду играть С живыми игроками или нет? Опять игра растягивается И мне уже начинает бесить, блин Реально это бесит, блин Я уже поставил там настройка В оконном режиме Все равно оно растягивается Когда начинается катка И у меня нету возможности Это убрать Нету, я смотрел Там нету возможности Это убрать, эту фигню Оно берет и растягивается На весь экран Каждый бой То есть начинается игра Запускается игра в сверлотом виде Точнее в оконном режиме А потом начинается Когда начинается бой Оно разворачивается Бред полный Если я реально играю Против жоу игрока То он Ну очень слабо играет Я уже дошел до белой базы Каждый он слабо играет Каждый он слабо играет И он вот так вот пошел, гад Ладно Он такой неживучий Ну а я уже дошел Победа! Сейчас опять уменьшится кран. Да! Так уменьшится. Блин, кто-то достаил. А, да, та белая колода, кажется, была. Так, гигантский вид. О, пройдите в скелете, это интересно. Так, ладно, буду завершать. Буду завершать свой взор. Что я могу сказать? В принципе, как для категории людей, которые фанатеют от Доты 2, это, я скажу, неплохой аналог такой быстрой Доты 2. То есть, ты не делаешь катку полчаса, а ты просто зашел, пять минут поиграл, все. Ну, десять. Не, мне кажется, даже десяти не будет. Ну, пять, не знаю, там, семь минут поиграл, все. В следующую катку. И, так что сделано довольно годное. Как для таких людей, кому нравится Доты 2. Лично я не фанат таких игр. Я уже наигрался в таких игр, как Фэнтези, всякие ММО, магия, эльфы, лучики. Я всего этого наигрался, мне это уже скучно, мне интересно. Но есть такие люди, которым это нравится, и мне кажется, для таких людей эта игра подойдет вполне себе неплохо сделана. Тем более, если эта игра действительно сделана тремя людьми, как об этом написано вначале, то это очень круто, как для трех людей, я считаю. Очень круто. Молодцы разрабы. Ну, а на конце, ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал. Это был Кочмар.